Радио Эхо Петербурга, 91,5 FM Уважаемые радиослушатели, добрый день, я Сергей Ануфьев, и мы с вами продолжаем цикл передач, посвященных лечению бесплодия и рождению детей. Мы обсуждаем медицинские, социально-этические вопросы с одним из ведущих врачей России, занимающегося лечением бесплодия, доктором Корниловым. Николай Валерьевич работает врачом Next Generation Clinic, является членом Американского общества репродуктивной медицины и Европейского общества эмбриологии и репродукции человека. Николай Валерьевич, добрый день. Добрый день, Сергей. Добрый день, слушатели. Сегодня мы обсудим важный аспект, связанный с бесплатным лечением женщин с диагнозом бесплодия по системе обязательного медицинского страхования. Здесь много точек зрения, и я бы хотел обсудить первое. Реально ли система обязательного медицинского страхования помогает нам выбраться из демографической ямы, стимулируя таким образом рождение детей у тех пор, кто не могли завести их? Никак за счет ЭКО невозможно вытянуть демографию. ЭКО показано только в крайнем случае, когда мы использовали все другие варианты, потому что искусственное зачатие в любом случае всегда хуже естественного зачатия или других методов, которые до ЭКО. Поэтому ЭКО несет в себе риски, какие-то осложнения, риски для здоровья матери, для здоровья детей. Поэтому повышать эти риски нельзя, и нельзя увеличивать вход в эту программу большого количества людей, ну и в том числе, думаю, что решаешь демографические проблемы. Нельзя всем устраивать зачатие через ЭКО. Это неправильно с позиции медицины, с позиции здравоохранения, с позиции государства. С одной стороны, ОМС делает услугу доступной, но с другой стороны, я вижу, как злоупотребляют этой доступностью и злоупотребляют, в общем, медицинские работники. Медицинские работники испытывают давление своих руководителей. Вы имеете в виду и частные клиники? И частные в том числе, и государственные в том числе, потому что погоня за осваиванием квот идет и в государственных, и в частных клиниках. И чем быстрее ты освоил свои квоты, тем больше вероятность тебе дадут еще дополнительные квоты. И поэтому тебе надо вовлечь как можно больше пациентов в программу ЭКО, а это вовлечение, ну, не очень хорошая практика для медицины, но, к сожалению, это есть. Финансовый интерес работает против пациента. Финансовый интерес и заинтересованность врачей и клиник работает против интересов пациента. Ну, так и получается, что бесплатность, она играет против пациента. Пациент, который не должен, может быть, был бы включен и, соответственно, не должен был быть подвергнут каким-то рискам, он включается в эту программу. Поэтому, наверное, здесь он заложник. Там, где люди могли бы немного еще пожить, обычной жизнью у них наступила бы самостоятельная беременность. Нет, они вовлекаются в программу ЭКО. И часто я вижу на приеме, я вижу, разбирая эти случаи, потому что ко мне приходят люди с многочисленными, допустим, неудачами в ЭКО. И ты понимаешь, что совсем недолго они пожили, а дальше их вовлекли в программу ЭКО, потому что оно было бесплатным. Им предложили бесплатное ЭКО. Давайте быстренько решим. Вы всего лишь год прожили, и у вас не наступила беременность. Мы придумаем вам основания для того, чтобы вы попали в ЭКО. Им делается ЭКО. ЭКО оказывается нерезультативным. Затем делается повторное ЭКО. Оно снова оказывается нерезультативным. И затем пациенты ввергаются в дикий стресс и подвергаются серьезному воздействию именно то, что они вовлечены в программу ЭКО. И дальше они ищут выход из этой ситуации, что даже ЭКО, такой высокоэффективный метод, нам не помогает. Мы крайне больные люди. И давайте использовать донорские циклетки, давайте использовать суррогатное материнство, донорскую сперму. То есть закручивается спираль медикализации. Да, и их вовлекают в эту спираль, из которой, казалось бы, остановитесь, поживите, и у вас наступит беременность. И так оно может быть. Но предложить уже на этом этапе, когда закрутилась эта спираль, очень сложно. Доктору вывести пациентов из этой спирали очень сложно. Он как ретроград воспринимается. Ну, он просто враг. В этих ситуациях. Он не понимает всей проблемы. Хотя он на, в общем-то, защите интересов здоровья пациента. Тарифы в системе ОМС, в части вспомогательных репродуктивных технологий, покрывают качественное оказание медицинской помощи, ту, которую действительно нужно нашим пациентам? Или они, как и всегда, достаточно дефицитны? Они дефицитны для оказания очень качественной помощи, которую хотелось бы оказывать пациентам, они не покрывают. Есть, конечно, допустим, республики, субъекты федерации, которых очень высокие тарифы. И я, на самом деле, не очень понимаю, почему тарифы, допустим, где-то в Ханты-Мансийске в два раза или в три раза превышает в Саратовской области. Ну, потому что субъект позволяет, да, субъект федерации позволяет датировать. Но система ОМС одинаково распространяется, и мы платим, наверное, одинаково деньги в систему страхования. Если ЭКО идет по системе обязательного медицинского страхования, то, ну, в ряде ситуациях пара должна все равно доплачивать, если они хотят получить услуги сверх, ну, например, там, генетическое обследование, потому что это не входит в тариф. Действительно, они вынуждены доплачивать, и даже если не брать такой высший совсем пилотаж при эмоционно-генетическом тестировании, да, это совсем высоко. Они просто не хотят доплачивать даже за креоконсервацию эмбрионов. У них получены лишние эмбрионы, они говорят, я лучше получу еще лишнюю квоту, а эти эмбрионы, оставшиеся, выбросите в ведро, и мы не готовы оплачивать креоконсервацию. Хотя они могли бы использовать эти эмбрионы, не снова проходя программу ЭКО, снова стимуляцию, риски, которые с этим связаны. Они снова готовы получить бесплатную программу, но лишь бы не платить ни копейки, хотя, как бы, со всех позиций, с этических, религиозных, любых, выбросить эмбрионы, которые, в принципе, могут дать беременность на любом этапе, это не очень правильно. И очень тяжело для персонала клиники, потому что они понимают, что они работают часто в ведро, и это искажает их психику. Это ненормально влияет на эмбриологов, на людей, которые работают внутри клиники, это очень плохо для их профессионального уровня. Получается, что вроде благое дело финансово доступным государство делает такую, ну, достаточно дорогостоящую для многих россиян услугу, и хотели как лучше, получилось как всегда. Мы видим, что здесь наблюдаются перегибы с точки зрения более частого назначения этой процедуры, тариф не покрывает те необходимые манипуляции, которые бы сделали более безопасным ЭКО. Это еще не все, вы не перечислили коррупцию, которая вокруг этого развита, потому что понятно, что... На выделение квот. На выделение квот, потому что понятно, что люди с живыми деньгами едут в регионы, и идет коррупция, чтобы тебе направляли они в соседнюю клинику на ОМС. И поэтому эти ходоки, которые ездят по регионам и провоцируют людей на то, чтобы направляли именно туда, это коррупция. И коррупция на всех этапах идет, на совершенно разных уровнях. Поэтому это еще один минус. Плюс та дикость, из которой выполняется ЭКО, программы, которые идут по программам ОМС, переносятся и два эмбриона, и гиперстимуляции, и спешка к переносу обязательно надо провести, иначе тебе не оплатят программу по тарифу. Соответственно, много-много проблем, которые создают проблемы для здоровья женщин. Ну и здоровья детей, прежде всего. Мы выделяем деньги на то, чтобы решать проблемы семей, а для здравоохранения мы увеличим, возможно, проблемы по здоровью детей, и, в общем-то, и увеличиваем в каких-то ситуациях материнскую смертность, заболеваемость материнскую, увеличиваем заболеваемость детей. Мне видится, что если бы была профессиональная автономия врачей, если бы они не шли на компромиссы в таких ситуациях, когда получают пациента с полюсом ОМС, и они бы могли лоббировать повышение тарифа, то, возможно, это было бы действительно благое начинание, когда медицинская помощь в том объеме и с теми расходными материалами оказывается женщине бесплатно, ну, что, собственно говоря, в этом плохого, да, и при этом доктор не нарушает, будем говорить, этические и медицинские стандарты. Врачи не определяют тариф и никак не участвуют в этом, те организации, которые у нас есть, ассоциации репродукции человека или саморегулирующие организации, они никак в этом не могут участвовать, и тариф определяется совершенно на другом уровне, причем даже регионально, поэтому врачи не могут определить, и, соответственно, они скорее заложники той ситуации, что они то, что предложено, то и делают, и вопросы иногда работы по программам ОМС и включения как можно больше пациентов, это вопрос выживания их клиники, выживания их как самих, как специалистов, потому что без этого у них не будет работы. Часто рассматривают этот как элемент, ну, действительно, поддержки демографической политики, говоря о том, что женщина не, или семья не имеет возможности финансовой осилить ЭКО. Любой ребенок – это принятие огромных финансовых на себя, огромной финансовой нагрузки для семьи, да, и если семья это в данный момент не может себе позволить и перешагнуть такой маленький, на самом деле, затратный этап, как ЭКО, дальше будут еще намного большие затраты, потому что впереди беременность, роды, и дальше уже совсем ребенок, которого надо будет воспитывать и поднимать. Надо решать проблемы именно благосостояния людей, и потом они уже смогут сами решать, делать им ЭКО или нет, вступать в эту программу или нет, принимать решения за них не совсем правильно. Николай Валерьевич, спасибо за интересный разговор, с вами был доктор Ануфриев, до новых встреч.